В ООН назвали главные причины смертности на российских дорогах. В ООН назвали главные причины смертности на российских дорогах 3.24.17.2019 года. Обновлено 3.50.17.2019 года. Фото ГУМЧС России по Алтайскому краю ТПС участием двух микроавтобусов в Алтайском крае. Фото ГУМЧС России по Алтайскому краю ООН. 17. НОИ АРИЯ НОВОСТИ. К высокой смертности на российских дорогах приводят изъяны в образовании водителей и пешеходов, езда за рулем в пьяном виде, использование водителями телефонов и недостатки в правовом преследовании нарушителей, заявил президент Международной Автомобильной Федерации. ФИА, спецпосланник Генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тот. В воскресенье проходит Всемирный день памяти жертв ДТП. По информации ВОЗ, ежегодно в мире в ДТП гибнут 1,35 миллиона человек. По данным ГИБДД, только в 2018 году на дорогах России произошло более 168 тысяч аварий. В них погибли более 18 тысяч человек, еще почти 215 тысяч пострадали. У вас чрезвычайно много людей гибнет на дорогах или получают увечья, сказал РИЯ Новости Тот, добавив, однако, что Россия всегда была активна и весьма заинтересована их в том, чтобы быть в числе лидеров в обеспечении дорожной безопасности. 17 октября, 10-20 черников, число погибших в ДТП на дорогах России постоянно сокращается. Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование. Необходимо начинать уже в школе. Молодые люди легче впитывают эту информацию и могут передавать ее даже своим родителям, указал Тот. Вам нужно более тщательно обеспечивать правопорядок, меньше водить, находясь под воздействием алкоголя, не пользоваться телефоном за рулем, подчеркнул он, указав также на нехватку освещения на дорогах за городом. С пьянством за рулем спецпосланник предлагает бороться, прежде всего, при помощи образовательных мер. Надо объяснять людям, какими могут быть последствия, начиная со школы, сказал он. Спецпосланник, говоря о недостатках российских законов в контексте и обеспечения безопасности дорожного движения, отметил, что при посещении России замечает, что люди не пристегиваются во всех тех случаях, когда это следовало бы сделать. «Я вижу много превышений скорости, я в курсе случаев злоупотребления алкоголем за рулем, и даже пешеходы иногда представляют собой проблему», добавил Тот. 26 сентября, 10.42. Две трети погибших пешеходов становятся жертвами ДТП в темное время суток. При этом спецпосланник подчеркнул, что является сторонником жестких мер против пьяных водителей. «Если вы хотите, чтобы люди осознали, что можно делать, а что нельзя, должны быть суровые последствия. Поэтому строгое преследование по закону необходимо», сказал он, добавив, что вполне поддерживает практику лишения прав. Он также призвал доработать законодательство в сфере дорожного движения. По его мнению, Россия еще есть, что улучшить в вопросе обеспечения безопасности пешеходов, велосипедистов, владельцев самокатов. «Многое еще можно сделать в сфере пешеходных переходов, в том числе и вблизи школ», пояснил он. Говоря о проблеме травматизма велосипедистов и водителей самокатов на дорогах, тот указал на необходимость правового регулирования этого вопроса. «Я призываю, когда вы едете на велосипеде или самокате, вы должны быть в шлеме. Любой участник дорожного движения должен придерживаться определенных правил», сказал представитель ООН 25 октября, 1553. Медведев поручил МВД изучить причины роста смертности в ДТП в ряде регионов. Говоря о мировых лидерах в области обеспечения безопасности дорожного движения, тот привел в пример в числе прочих европейские страны – Швецию, Данию, Норвегию, Швейцарию, Великобританию. Если смотреть за пределами Европы, то это Япония, Корея, Австралия, Новая Зеландия, Канада. Эти государства показывают большой прогресс в дорожной безопасности, отметил спецпосланник. Тот заметил, что если сравнивать положение дел в России с ситуацией в Африке, то у нее хорошие позиции, если же брать в качестве ориентира Швеция, то не очень. В то же время он подчеркнул, что российское правительство Минтранс, Мездрав, МВД приложило большие усилия для решения проблемы безопасности дорожного движения. Но многое еще предстоит сделать, добавил он. Спецпосланник Генсека ООН обратился ко всем участникам дорожного движения. «Будьте осторожными. В течение жизни мы живем в определенных сообществах. Если вы хотите, чтобы вас уважали, уважайте сами других. Вы должны помнить, что вы не одни. Вы должны вести себя, осознавая, что вы не одни на дороге, кем бы вы ни были пешеходом, мотоциклистом, велосипедистом. У вас должна быть ответственность», сказал он. 4 июля, 12.36 в ГИБДД объяснили низкую смертность на платных дорогах.